Привет друзья, сегодня у нас на обзоре самый топовый робот-пылесос от компании Ebir. Это обновленная модель X8, которая просто набита кучей датчиков и другой электроники. Забегая вперед, скажу, что эта модель превзошла все мои ожидания и заняла почетное первое место в моем личном рейтинге. Все потому, что у этой модели крутая система навигации, реально мощный мотор, шикарное качество сухой и влажной уборки, плюс все те же функции, что и в топовых роботах от Xiaomi, но при этом цена на порядок дешевле. Недостатки, конечно, тоже есть, о них расскажу в конце этого видео. Присажитесь поудобнее, приятного просмотра. Начинаю влажную уборку. Ebir это популярный бренд не только на Алиэкспресс, но и даже на Яндекс Маркете. В магазине представлено несколько разных моделей роботов и все нужные комплектующие, от запасных щеток и фильтров до различных запчастей. Кстати, что немаловажно, на все роботы идет гарантия целых 3 года. Если с устройством что-то случится, вам бесплатно отправят все нужные детали. Склад магазина находится в России, поэтому доставка очень быстрая. До Краснодара посылка ехала меньше недели. На распродаже с 21 по 26 число с помощью промокода Ebir520 данную модель можно купить всего за 20,5 тысяч рублей, что очень даже неплохо с учетом всех возможностей этого пылесоса. Сколько? 20,5 тысяч рублей. Давайте два. Внешне робот смотрится просто шикарно и с этим трудно поспорить. Корпус сделан из качественного пластика, а верхняя часть покрыта глянцем. Конечно, такой вариант отлично собирает на себе отпечатки пальцев, но все это дело легко убирается самой обычной микрофиброй. В общем, лично мне такой дизайн очень понравился. Модель X8 оснащена продвинутой системой навигации. Здесь установлен лидар 8-го поколения, который способен определять стены и мебель в радиусе до 8 метров. И система S-LAM для построения карты помещения. Благодаря этому пылесос очень хорошо ориентируется в пространстве. Он всегда знает где он был, а где не был, тщательно проходит все участки пола и отображает карту и траекторию уборки в приложении. Что немаловажно, он четко знает где находится зарядная база. Уборка завершена. Начинаем заряжаться. На сегодняшний день лазерная навигация считается самой точной системой. Также пылесос способен запомнить до 20 карт разных помещений. Это удобно в случае, если у вас дом несколько этажей. Высота робота с учетом лидара всего 9,5 см, что позволяет делать уборку в самых труднодоступных местах. Сверху на корпусе помимо лидара расположены две кнопки и световой индикатор подключения к Wi-Fi сети. Обе кнопки оснащены подсветкой. Одна отвечает за возврат на базу, а вторая за начало или завершение уборки. Спереди бампер с датчиками для физического определения препятствий и также сбоку на этом же бампере установлен так называемый датчик ТОВ. Это специальный датчик, который позволяет быстро определять расстояние до ближайшего объекта и вести робот на расстояние 10 мм. Таким образом пылесос будет четко проходить по границе мебели или стены, причем даже на черной поверхности. Вот например хорошо видно, как пылесос огибает ножку стола, не касаясь ее бампером. И вот так он обижает диван. Датчик стоит только с одной стороны, поэтому все-таки иногда робот будет слегка касаться бампером препятствий. В целом все работает шикарно. Также сбоку расположена кнопка включения питания и звуковой динамик. Робот поддерживает голосовые озвучки, даже есть русский язык. Все это дело настраивается в приложении, о котором я расскажу чуть позже. Снизу три датчика опрокидывания, за счет которых робот никогда не свалится с большой высоты. Две маленьких метлы, которыми он собирает весь мусор и большая V-образная турбощетка. Как показала практика, такая комбинация щеток самая эффективная. Позволяет делать качественную уборку на любом покрытии, включая ковры с высотой ворса до 1 сантиметра. Помимо щеток, здесь установили ультрафиолетовую лампу, которая по заявлению производителя убивает клещей и бактерии. Не знаю насколько это правда, но лампа автоматически включается во всех режимах. Прям как спортивная тачка с неоновой подсветкой. Работает все это дело вместе с бесщеточным японским мотором, заявленной мощностью 6500 паскаль. Это самый мощный мотор, который мне встречался в подобных пылесосах. В приложении на смартфоне есть регулировка мощности всасывания и куча других фишек. Чуть позже покажу как все это работает. Ведущие колеса довольно большого размера и высота подвески позволяет проезжать препятствия до 2 сантиметров. Емкость аккумулятора 3200 мА. Заявлено от 2 до 4 часов работы в зависимости от выбранного режима мощности. И за это время пылесос может убрать до 200 квадратных метров. Но стоит понимать, что 200 квадратов это в идеальных условиях. В моем случае в квартире много препятствий. На первую уборку 33 квадратов ушло чуть больше 40 минут и 40% заряда. Стоит понимать, что это была именно первая уборка и пылесос потратил много времени на изучение помещения. При следующих уборках он уже запоминает план квартиры и выбирает оптимальный для себя маршрут. Таким образом время последующих уборок будет гораздо меньше. Если у вас большая площадь помещения, то при разряде аккумулятора он возвращается на базу и после полной зарядки автоматически продолжает уборку именно с того места, где сел аккумулятор. Еще одна крутая на мой взгляд фишка пылесосов E-Bear заключается в том, что в комплекте идет два контейнера. Один для сухой и второй для влажной уборки. Они легко меняются между собой, имеют увеличенный объем и оснащены электроникой. Контейнер для сухой уборки емкостью 600 мл. Именно в этом контейнере установлен основной мотор. Поэтому если у вас когда-нибудь сломается двигатель, то нужно будет просто купить новый контейнер, стоит он порядка 3000 рублей. Что касается системы фильтрации, то здесь установлен HEPA фильтр и мелкая сеточка. Контейнер для влажной уборки имеет два раздела. Один для сбора сухого мусора и второй для воды емкостью 350 мл. Получается во время влажной уборки пылесос собирает крупный мусор и уже после этого протирает пол. Внутри установлен электронный клапан, который регулирует подачу воды. Для управления пылесосом через смартфон необходимо скачать приложение VBEC, оно у меня уже осталось в прошлой модели. Напомню, что X6 управлялся также этим приложением. Здесь мы видим, что у меня уже добавлен пылесос, статус зарядка и также отображается процесс заряда аккумулятора. Для того, чтобы добавить нажимаем плюсик и сканируем вот этот QR-код, который расположен сбоку корпуса. Дальше идет по инструкции все. Главное в этом приложении при регистрации выбрать регион Китай. Выбираем наш пылесос и видим, что сейчас нету карты. Я специально ее очистил, чтобы показать, как он работает в самом начале. При первой уборке пылесос сначала изучает помещение, после чего начинает саму уборку. О самом приложении поговорим немного позже. Сейчас посмотрим, как все это дело происходит. Нажимаем старт. Начинаю уборку. Давай. Сейчас будет постепенно появляться карта помещения. Смотрите, сразу за счет лидара увидел стены, увидел помещение. Сейчас он объедет квартиру, выделит для себя отдельные зоны, после чего начнется уборка. Как я и говорил, он сначала объехал одну площадь, выделил для себя вот это расстояние и теперь начинает уборку именно вот в этом квадрате. Есть еще такие моменты. Видите, вот такие вот полоски появились. Эти полоски появились возле зеркала. То есть лазер попадает на зеркало, за счет чего появляются вот такие вот баги. По итогу уже после первой уборки мы получаем вот такую карту квартиры. Видим, что вот это вот, это наш диван. Даже отмечены ножки стола. Вот, допустим, есть ножки. Здесь ножки тумбы. Вот та тумба. Давай, фокус-то где? Вот они, получается, ножки тумбы. Полностью отмечено, где он был, где не был. Здесь видим, что из-за зеркала отзеркалилось вот это вот типа помещение. Но по факту там зеркало. Видно, где он убирал возле зеркала. Но вот, к сожалению, из-за лазера есть такие вот проблемы. Итак, друзья, погонял я его по квартире, понаблюдал за процессом работы и вот что могу сказать. Пылесос реально ведет себя максимально адекватно и, главное, предсказуемо. После первой уборки он сохранил карту и разделил ее на несколько частей. Сама уборка ведется поэтапно. Сначала пылесос проезжает по периметру определенного участка, после чего начинает зигзагообразно проходить выделенную площадь. И только по завершению уборки на выбранном квадрате он переезжает в другое место. В приложении вы можете совмещать, либо разделять комнаты в квартире на разные участки, и робот будет поэтапно проводить уборку. Это реально круто и, главное, эффективно. С проходимостью во время сухой уборки никаких проблем нет. X8 прет как танк. Также довольно неплохо работают алгоритмы во время запутывания в проводах. Не факт. Не факт. Вон, вместе с зарядкой. Сейчас, сейчас, подожди. Да вы не поняли, зарядка. Все, распутался. Я же тебе говорю. Мечта, все. Сейчас посмотрим, как он до базы доедет. Бах. Ее просто, когда он выезжал, ее не было на карте. Все, Мечта, к нам базу встал. И тут он на карте... Да, он сейчас будет 2 часа на нее вставать. Точечку поставил, он быстро встанет. Смотрите. Смотри. Черт. Черт. Все, не дольше. И вот результат сухой уборки. Пылесос нашел кучу мелкой пыли и шерсти домашних животных. Хотя визуально пооказался чистым. Для тех, кто все еще думает, что робот-пылесос ни на что не способен, уверенно могу сказать, что данный пылик отлично справляется со своей задачей и собирает много мусора, о котором вы даже не знали. Начинаю влажную уборку. После установки контейнера с водой, проходимость становится чуть хуже. Это очевидно, потому что вес контейнера, наполненного водой, гораздо больше. Пылесосу будет трудно работать на поверхности с антискользящим покрытием. Здесь получается коврик такой антискользящий. И робот на нем застреет. Ему тяжело съехать за счет того, что тряпка цепляется за этот коврик. Вот, видите. И он начинает уезжать вместе с ним. Но что касается самой уборки, то здесь и Bira 5 отличились. Они придумали алгоритм, при котором пылесос не просто протирает пол, а делает V-образные движения, имитируя протирку пола руками. Конечно, за счет таких движений увеличивается время уборки. Но главное – результат. И, кстати, чтобы результат был максимально хороший, не забывайте периодически мыть салфетку пылесоса. В таком случае пол будет чистый и, главное, без разводов. А если сделать в комплексе сначала сухую, а потом влажную уборку, чистота в доме вам точно обеспечена. Как интересно отображается все это дело на карте. Смотрите, полностью отображены все движения. Во время влажной уборки мы можем изменить количество подачи воды. Минимальная подача воды. Он это все произносит. Стандартная подача воды. Максимальная подача воды. Теперь давайте поближе рассмотрим само приложение. Именно здесь раскрываются все возможности пылесоса. После нескольких уборок мы получаем вот такую карту помещения. Можно видеть, что помещение разделено на три основные зоны. Они отмечены разными цветами. И также стоит квадратик, куда пылесос не должен заезжать. Все это делается с помощью редактирования раздела. Заходим в него. И здесь мы видим гостиная, кухня, коридор, ванная. В общем-то все эти разделы можно разделять, добавлять, совмещать. И также каждый отдел можно переименовывать. У нас есть функция очистки округа. То есть выбрав эту функцию и направив телефон в выбранный квадрат, он будет убирать отмеченную комнату. Чуть ниже отображается площадь последней уборки, заряд аккумулятора и время уборки. Еще ниже у нас есть кнопки старт, выбор мощности. Это тихий, стандартный, либо мощный. Кнопка влажной уборки, и она будет активна во время установки контейнера для влажной уборки. И кнопка возврата на базу. Дальше есть функция указать цель. Выбрав эту функцию, мы можем, допустим, направить вот сюда вот робот, нажать сохранить, и он стартанет вот туда. Все четко движется на заданную точку. В приложении также рисуется траектория движения, и по приезду пылесос начнет уборку в точечном режиме. Все, включился максимальный режим. Давайте посмотрим вот так. Нажмем возврат на базу. Возвращаюсь на базу. Начинаем заряжаться. Отлично. Смотрите, после уборки на экране будет отображаться последняя уборка. То есть до этого была комната, и здесь вот линия, где он начал убираться, вот она осталась. Также есть функция зоны уборки. Нажимаем на эту функцию, выбираем добавить зону, появляется такой квадратик. Выбираем квадратик, и опять нажимаем сохранить. Пылесос стартует, и начинает уборку в этом квадрате. Ну и две последние функции, это виртуальная стена. Рисуем вот такую вот стену, и пылесос мне будет заезжать за эту полосу. Смотрите, это все виртуальная стена, можно наставить очень много разных точек, и потом все это сбросить. Ну и последняя, это запретная зона. Запретная зона в моем случае это вот здесь. В этой комнате ковры с очень длинным ворсом, поэтому сюда ему заезжать не нужно. Для того, чтобы перейти в настройки, нажимаем три точечки. Здесь у нас есть функция очистить текущую карту, голосовые оповещения, преодоление выступов, уборка с дозарядкой, то есть если у вас большая площадь, он уберет часть вашего дома, либо квартиры, и вернется на зарядку, после чего продолжить уборку. Также есть расписание, можно изменить имя, голосовые пакеты. Сейчас стоит русский, есть испанский, в общем куча разных языков. Также есть поддержка голосовых помощников, это управление Alexa, Google Home и все в этом роде. Вот такое вот максимально простое приложение, все работает довольно-таки неплохо. Единственное, что нужно понимать, что для того, чтобы робот работал адекватно, нужен хороший Wi-Fi. Что касается пульта управления, он здесь нужен для основных базовых функций. Это включение-выключение, зигзагообразная уборка, кнопка возврата домой, ручное управление, режим мощности, точечная уборка, уборка по углам и вот эта кнопка, которую я так не понял для чего, никакой функции я не увидел. Ну и напоследок, касаемо очистки пылесоса, здесь в принципе на контейнерах есть инструкции. Контейнер для сухой уборки под водой мыть нельзя, то есть вот это вот все максимум можно протирать салфетками. Здесь мы можем единственное вытащить вот этот вот хепофильтр, помыть сам хепофильтр и сеточку под водой. Контейнер для влажной уборки можно мыть под водой, как я уже говорил, здесь есть такой отсек для сухой уборки, то есть установив этот контейнер, пылесос будет делать как сухую, так и влажную уборку. И самое главное касаемо обслуживания этого пылесоса, в магазине продаются абсолютно все запчасти, начиная от вот этих контейнеров для сухой и влажной уборки, заканчивая вот этими моторами, либо аккумулятором, который находится под этой крышкой. Теперь пару слов о минусах этого пылесоса. По факту он здесь один, это ПО, а точнее приложение VBEC. Самая главная проблема, с которой я столкнулся, после добавления пылесоса в приложение, X8 постоянно висел в оффлайне. Я несколько раз удалял и добавлял новое устройство. Регистрация проходила успешно, но робот был не в сети. Даже переустановил приложение, но ничего не помогало, пока я не сделал новую регистрацию, в которой я сменил регион России на Китай. И, о чудо, все заработало нормально, даже сразу прилетело обновление. В остальном, в принципе, все отлично, и теперь этот робот останется в нашем доме на постоянной основе. Что же, друзья, постарался максимально подробно рассказать свои наблюдения о данной модели. Ссылку на представленный товар, а также промокод на скидку вы найдете в описании под видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно вам отвечу. А также подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А я с вами прощаюсь, пока-пока.